еще в далеком 2016 году я положил в корзину алиэкспресс очень интересную посылку сроки стояли у продавца доставки гарантированы 14 дней доставка осуществлялась помощью достаточно шустрой транспортной компании которая растамаживает и называется она спср экспресс и вот наконец наступил 2017 год хотя в 2016 она должна была прийти и 4 января она оказалась на таможне ну думаю ух ты завтра растаможит принесут как же глубоко я ошибался и даже под конец они отправили не туда куда надо но все-таки сегодня я ее увидел огромна она не умещается даже в камеру на но можно увидеть то что то она была отправили на адрес куда должна была приехать мне звонит сегодня курьер и говорит ягод подъезжаю волжский бульвар что ты там забыл дружище я не там он говорит а я там и адрес у меня там вот видите вмятинка все-таки есть в остальном вы знаете даже оригинальная упаковка от нее то есть здесь написано вот 96 в это white белый да точно это оригинальная упаковка я сейчас подумаю куда можно поставить камеру чтобы вы полноценно видели как я ее распаковываю и мы снова вернемся я думаю достаточно хорошо видно на всякий случай да мы видим как она запакована почему я так делаю потому что достаточно дорогостоящая посылка и на камеру это надо хорошенечко скрывать разненько вдруг чего у вас видео доказательства есть ну и вам рекомендую особенно если вы принимаете телефон ну не пленитесь установите видео и заснимите как вы его распаковывать ну пока все хорошо пока все хорошо надеюсь что дальше будет все только отлично тяжелая на пять с лишним килограмм хотя 37 она заявлена почему 5 с небольшим у меня написано по-моему было написано 5 с небольшим ну да не важно 5 не 5 какое это имеет значение и самое главное это то что внутри бесплатный подарок беспроводная мышка вот прям вот тут оставил бы себе но нет человек заказывал надо отдать в полном комплекте опять же да бесплатный подарок в гашнике беля почему нет тоже в подарок до соединила в компьютер вот это наверное самый ценный подарок это 100 дюймовый экран ну а вот это уже 3d очки пультик и прочие провода это видим уже комплект картон чем не подарок вот такую вот красоту красотушку мы получаем в итоге это кинопроектор на закрывающийся экран чин чинаю по внешнему виду по комплектации все хорошо ну во первых а я поговорил вроде как мне дают возможность да потестировать его в большом помещении где раскрывающийся экран но и дополнительно попробую это сделать в пределах квартиры сейчас все дело буду расставлять и и попробую тестировать значит ребят приходить поставьте мне пять звезд и получите купон на 6 долларов если вы там что-то не хотите купону напишите я вам пять баксов верну qr-код до для этого если вы собираетесь что-то заказывать вот его контакты можете поторговаться хотя в принципе у него на тот момент цена была ну просто чудесно да тоже он подписал как подарок ну не знаю то ли третий подарок а двое было очков ну очки простые красненькие синенькие то есть это не активные которые включаются но все равно это приятно гарантийный талон уж не знаю как смотрите да у нас вот этот память предохранитель это у нас предохранитель один лежит это хорошо подразумевается то что есть два варианта исполнения до висит на потолке под углом раз и второй вариант он на чем-то стоит и по прямой нет не по прямой а немножко вот снизу вверх как будто он я показываю а сам не вижу то что вы не видите но вот либо снизу вверх немножко либо сверху вниз немножко значит по дистанциям смотрите да 210-230 вас будет 60 дюймов 290-330 вас будет 84 дюйма и если у вас ваше помещение позволяет установить его там в трех с половиной тире четырех метров от экрана у вас получится 100 дюймовый экранище я вот подумываю такой себе заказать для того чтобы на улице вечерами там можно было что-то там просматривать взять повесить простынку на будку трансформатор на ней что-нибудь там просматривать как соединиться судя по всему любят это в комплекте понятное дело это шло ну маму бы тоже написать подарок это для того чтобы протирать судя по всему специальные такие салфеточки могу ошибаться поэтому вот на всякий случай мое мнение не более того но я не представляю там для чего это еще может использоваться так давайте попробуем все это дело повесить и включить совсем новая декорация а в связи с тем что владимир михалыч отказался банки при освещении пришлось пойти в гости ну собственно говоря не стали натягивать мэр простынку потому что нужно для нее все-таки натяжку делать до решили использовать вот такую стену данный момент камера стоит максимально близко к самому проектору чтобы понять насколько он будет до громко не громко давайте наверно погрузимся в темноту а значит если он крепится на потолок то он должен смотреть немножко вниз есть он крепится стоит снизу вверх долбит да ему надо небольшой угол иметь в другую сторону значит есть сзади как сказать это правильно крутилка назовем ее просто крутилка она все это дело выравнивает вот мы выравниваем по прямой попробуем с резкостью поиграть чудесно получилось резкость а в данный момент он стоит ровно в трех метрах от стены да я подозреваю надо мне найти где это та самая рулетка и господи что боже мой была рулетка была рулетка где-то вот надо давайте попробуем посмотрим какого размера получился экран 122 на практически 2 метра великолепный размер 2 на метр двадцать прямоугольный но немножко кривовато я все это дело установил поэтому там есть небольшой уклон это не страшно наверху мы видим стоит значок он подключен через интернет кабель ноутбук я свой не взял который есть здесь он немножко старенький поэтому давайте посмотрим как все дело выглядит в интернете опять же да с этим проектором оптимально все-таки сделать следующую вещь раскидать колонки устроить что-то вот вроде домашнего кинотеатра значит нас какие есть варианты до по блютусу а телевидение аналоговое телевидение цифровое выход а вы тюльпаны hd май два выхода от компьютера я уже забыл как называется ну и не суть нет простительно и вот тоже что такое на тюльпаны похоже но сигнал там естественно нету зачем нажал я даже не знаю значит максимально поставлен на русский язык но конечно некоторые корявость привода есть ну да и ладно давайте посмотрим кстати у нас есть великолепная возможность посмотреть китайские каналы с помощью него там еще корейский заодно японский нет качество плохой и снято непрофессионально на вашем месте я бы разобрался как-то четко вообще сказал давайте попробуем вот таким вот образом посмотрите да надпись россия то есть прям вот красная жара наверно те же самые переводчики писали какой-то другой канал посмотрим который у нас будет вожди качестве тайцы что нам китайцы покажут что у них там новости кто-то развился на мотоцикле ужасно в общем в итоге получается очень 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 неплохое качество прям вот учитывая что это не белая простынка а стена которая просто покрашена в не лучший цвет который будет все это дело передавать но все-таки давайте зайдем в такую вещь как настройки да то есть настроек безумное количество он на имеет вай фай то есть вы можете законопиться по два по вай фай это очень удобно значит если вы вешаете его к потолку то он у вас будет перевернутый поэтому нужно сделать следующее поменять местами до либо горизонталь с вертикалью либо слева направо так же можно зайти в настройки и ну например картинку либо предустановленное поставить либо выбрать вручную что хотим есть у нас какое-то количество встроенной памяти не совсем я разобрался да он достаточно мало времени у меня побыл не совсем я разобрался как этим пользоваться поэтому ну наверно лучше промолчу получится скажу что не то так ну давайте посмотрим youtube можно поставить еще и беспроводную клавиатуру будет ну совсем хорошо за новый блогер какой-то появился новый картавый блогер развелось как фантик у дурака блогеров а Вот очень непонятно здесь выглядит настройка HD не HD. Как отсюда выйдешь теперь. О, а давайте что-нибудь посмотрим в HD качестве. Интересно, в формате 4К или нет. Да, ну вообще, давайте сейчас что-нибудь скачаем или оставим. У нас тут вручная система, из него в тебя не пустили. Тебе точно делать нет? Ну как это работает? Вот так. Вот как? Да нет, неправильно это смотреть. Давайте посмотрим. А почему бы не посмотреть? Красота, Дубай! Не хочу я смотреть Дубай. Я хочу в Дубай лететь. Это видео в формате Full HD. А это 4К. Разрешение в 4 раза выше, то есть в 4 раза больше пикселей, чем в Full HD. Большее количество пикселей повышает уровень детализации, дает более глубокую и четкую картинку. Вы можете ощутить преимущество данного формата, даже если ваш телевизор не поддерживает 4К. Снимая на камеру с поддержкой 4К и экспортируя Full HD, вы получите более резкую и четкую картинку, чем если бы вы просто снимали Full HD. При монтаже видеок у вас будет больше вариантов выбора. Ну, ребят, да, 4К это хорошо, это классно, это здорово. Ну, в целом мы посмотрели, насколько хорошо это показывает на стене. Гудит. Ну, вот прям вот вплотную стоит к проектору, поэтому прям вот гудение вам максимально слышно. Не сильно оно на самом деле раздражает, но когда будете его размещать, учитывайте этот момент, чтобы над головой он не был, а также учитывайте момент, чтобы раскидывался звук в точности колонки. Не знаю насчет завтра, буду дополнительно тестировать, не буду. Может быть на этом закончим. Ну, если закончим, то при запаковке я вам что-то еще расскажу. Пойду осмысливать чего добавить. Опять же, да? Пойду осмысливать. Ну, и так, готовлю я его к тому, чтобы вернуть джиллайку, который его заказывал. Давайте еще раз посмотрим, что у нас есть. Заглушка линзы. А, значит, фокусировка, да, делается следующим образом. Крутим-вертим, фокусируем. На нем есть кнопки управления, но по большому счету они не столь интересны. Да, почему? Потому что гораздо более удобно, гораздо более удобно управлять с помощью мышки, либо беспроводной клавиатуры с тачпадом. Это, наверное, будет самое то. А также мы видим выход, можно подсоединить телевизионный кабель. И он поддерживает АВ, кабельное телевидение, аналоговое, цифровое. То есть, ну, любое можно подключить. Два выхода HDMI, значит, под интернет. Также есть Wi-Fi. Для соединения с компьютером, значит, вот эта часть, она у нас выравнивает картинку, да, потому что он, ну, у вас сверху вниз смоет, либо снизу вверх. Вам нужно ее сделать прямой. Вот этим вот флажком выравнивается. Сюда включается питание, и, соответственно, кнопка включить-выключить. Ну, и, соответственно, тюльпаны. Соответственно, тюльпаны, с помощью которых вы можете раскидать звук. А, помимо прочего, ну, это, судя по всему, второй приемник информации с пульта. Инфракрасный, да? Как это называется-то? Глазок. Вот. Дополнительно есть еще, если вы его на что-то поставили, то угол можно вот этой вот штучкой регулировать. Значит, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем, что это называется, смарт-идея LED проектор. Модель LED 96 Wi-Fi. Значит, сделан 30 ноября 2016. Ну, судя по всему, все-таки гарантия какая-то на него распространяется. Есть разных, разнообразных, похожих много. Здесь фильтры, да, то есть там внутри недостаточно мощный охладитель, да, видите, два вентилятора и динамик слева открытый. С этой стороны тоже вот он динамик. А можно соединить его с помощью... Можно соединить с телефоном, с планшетом, поставив специальную программу и... Можно смотреть то, что закачано на планшет. Ну, в общем, короче, обалденная штука. А единственное, что, если вы хотите такую вещь, то оптимально, конечно, под нее раскидывать звук 5.1, то есть там вынести сюда передние колонки, сюда задние, сюда буфер поставить, да, потому что его внутренние динамики это ни о чем. В принципе, я попробовал, я подсоединил к нему Bluetooth колонку. Она подсоединилась, ну, проблем никаких. В принципе, если эта колонка будет большая, ну, она вам все это дело сможет заменить, и не нужно будет достаточно много денег на это тратить, раскидывать все это дело. Ну, просто по Bluetooth соединили, да и ладно. А есть разные крепежи. Крепится он к стене, выдвигается, да, на середину, крепится к потолку, ставится на пол. Вариантов куча, можно полазить, посмотреть с ценами. Вот этот брался, если не ошибаюсь, то ли 18, то ли 16 тысяч. То есть периодически у него идут какие-то акции, скидки. Ну, и, соответственно, их немножко подождать, подгадать, заказать. Долгая доставка, ну, это проблема, разовая проблема. Данные службы с PSR Express, у них были проблемы, ну, как бы, в целом продавец без проблем шел на связь, на контакт, и все хорошо. То есть я мог через, там, в течение 14 дней открыть спор, по идее, все дело назад возвращать. Ну, нет, это было бы нечестно, это было бы нехорошо. Я так не сделал. Какие-то вопросы есть по нему? Ну, задайте, я попробую ответить. Закажу я себе такое или нет, пока под вопросом. Потому что, в принципе, для того, чтобы его смотреть, ну, хорошо бы, раздвижное полотно, да, иметь. Раздвижное полотно стоит зачастую дороже, чем сам этот проектор. То есть, ну, вот как-то вот подумать надо, надо мне это или нет. Я, в принципе, это планировал не для того, чтобы дома смотреть, да, а больше, чтобы вечером можно было на улицу выйти, включить его и, там, посмотреть с соседями, там, не знаю, там, футбольный матч. Да, может быть, поиграть в какую-то игрушку. То есть, ну, качество изображения у него очень хорошее. То есть, поиграть, ну, там, на двухметровом, два на метр двадцать в какой-нибудь, там, шутер от первого лица. Ну, блин, наверное, было бы супер. Не знаю, буду-не буду. Вроде цена небольшая. Пока осмысливаю. Вам же, если, ну, такая вещь нравится, качество изображения, ну, реально хорошее, своих денег он стоит. Как долго будет жить, ну, там, вот уже не скажу. Да, то есть, там, есть какие-то вещи, которые выгорают. В технической части это, ну, не совсем мой конек. В целом, считаю, да, проектор показал. Подождем. Заходите в группу ВКонтакте, да, ссылка в описании есть. Подождем, когда человек его получит, дома его попользует, потестит, там, помучит, там. Ну, и я надеюсь, он напишет полноценный, большой, обширный отзыв, уже как пользователь, который посмотрел, там, не один час на нем. Засем все. Прощаюсь с вами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok